дорогие друзья я приветствую вас из финляндии если звук опять хромает то заранее извиняюсь и обещаю что в следующий раз будет новый микрофон у меня просто не знаю что здесь с петличкой случилось итак тема работы вызывает большой интерес поэтому я скажу еще несколько слов вдобавок к моему предыдущему видео продолжим бизнес жалуется что у них шокирующая нехватка квалифицированных кадров смотрите мое видео ссылка в описании в стране 306 тысяч безработных и число их растет а бизнес требует увеличить трудовую миграцию кто-то действительно полагает что 306 тысяч безработных это малограмотные пьянь-дрань из которых работник как и из гамна пуля ну конечно же нет бизнес предпочитает на работу брать мужчин молодых красивых с опытом работы и задешево молодым женщину с высшим образованием даже финкам тяжело устроиться на работу работодатель сразу прикидывает ой пойдут пеленки распашонки сопли больничные идите мимо сидела три года с ребенком дома по уходу за детьми все ты от трудовой жизни отвыкла отстала от прогресса до свидания тебе 40 лет о стара 50 да это же мамонт чем больше толпа соискательную работу тем выгоднее бизнесу кстати моя знакомая врач из питера не смогла в столичном регионе устроиться по специальности кое-как устроилась на летнее замещение в другой регион финляндии и все потому что ей уже больше 50 лет и никакой опыт уже никого не интересует все хотят молодых красивых опытных бизнесу выгодно безработница если работников не хватает то зарплаты растут и с работниками нужно обращаться ласково в годы экономического роста в 70-е годы например была полная занятость и если с работодателем возникали какие-то терки это бросаешь ключи на стол и переходишь на работу в фирму напротив всегда нужны как раз в то время австралия зазывала финнов к себе на работу выплачивали подъемные и в австралии люди тут же устраивались на работу но австралия принимала не всех подряд а людей с востребованными профессиями и работали они по специальности а что в финляндии занятость среди мигрантов растет да но где они работают уборщики горничные доставщики еды официанты уход за стариками водители автобусов и такси даже образованные люди заняты на работе не требующие высокой квалификации есть мнение что мигранты становится низшей кастой рабочего класса в финляндии чтобы получить вид на жительство мигрант сначала соглашается практически на все на любые даже кабальные условия работы хоть в уборщики хоть на доставку еды хоть на склад ящики таскать хоть куда устраиваются трудности начинается когда вы хотите перейти на лучшую работу первое препятствие язык не на всех должностях знание языка важно тем не менее часто даже на уборку в объявлениях пишут необходимо хорошее знание финского языка а то вдруг по наехавшие там тряпки перепутают или метелки в других профессиях таких как медсестра например конечно финский язык необходим медсестры иммигрантки которые получили образование финляндии стажировались на финском языке учили язык в процессе обучения чаще всего они работают на менее требовательных медсестринских должностях их навыки и образование просто не ценятся на постоянную работу медсестре не устроится бесконечные временные договоры сфере ухода за стариками например финские коллеги очень переживает зачем принимают иностранцев а вдруг он она по наехавший лекарства перепутает легко догадаться что финны не хотят себе конкурентов на рабочие места финских университетах есть учебные программы на английском языке иностранцы с удовольствием приезжают учатся получают образование но люди получившие высшее образование в финляндии на работу в финляндии устроиться не могут например вьетнамец хобу приехал финляндию весной 2021 года и поступил в университет алту это технический университет алту получил степень магистра в области информационных технологий казалось бы куда востребований он искал работу почти год отправил около 200 заявления приеме на работу и попал на три собеседования но ни одно из них не привело к трудоустройству у него была только одна кратковременная работа которую получил благодаря связям речь шла о проектной работе поэтому предложение работе получить не удалось в уговорит что он хотел бы остаться в финляндии но если не сможет найти работу то придется переехать за границу более половины иностранных студентов уезжают из финляндии в течение трех лет после окончания учебы при таком раскладе какой смысл обучать иностранцев в финляндии зачем исследования показывают что иностранцы или люди с иностранными именами получают меньше приглашения на работу чем коренные жители хотя разницы в опыте и образование нет смотрите мое видео ссылка в описании с другой стороны среди возвращаются финны получившие образование за границей и они испытывают трудности с трудоустройством опыт работы или образование полученные за границей не востребовано в финляндии единственное исключение это конечно айти там рабочий язык чаще всего английский коллектив интернациональный и на работу иностранцев берут если кто хочет подучиться новой специальности айти посмотрите мое видео ссылка в описании на этом по моему тема безработицы раскрыта полностью не скоро еще финляндия станет привлекательный для специалистов если я что-то выпустила можете дополнить в комментариях но огорчаться не надо пойдемте на урок танцев благодарю всех за внимание и до новых встреч всем пока субтитры сделал DimaTorzok